Секундное затишье и в холле появляются главные волшебники нового года. Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с госавтоинспекторами они приготовили ребятам сладкие подарки и еще раз напомнили о правилах дорожного движения. Естественно, когда приходишь с подарками Дедом Морозом, у них это в памяти откладывается. И, конечно, когда они выходят на проезжую часть, они уже вспоминают о том, что нужно правильно ее переходить. За 11 месяцев этого года в результате ДТП в Самаре травмы получили более 120 детей. Встречать Новый год в гипсе придется и тем, кто, например, неудачно упал. Сейчас в детском травматологическом отделении 38 ребят. Многие из них смогут встретить Новый год дома, но те, кто останутся в больнице, стараются не унывать. Атмосферу праздника для них создают доктора и друзья по несчастью. Новый год здесь праздновать, наверное, тоже будет немного весело. Друзья здесь появились, тут тоже врачи всеми возможными способами поднимают нам настроение. Вот подарки недавно дали новогодние. Елки стоят, коридор украшен. Новогодняя атмосфера все-таки есть. Самым травмоопасным для детей, по словам врачей, считается домисезонье. Но и зимой раненых хватает. Скользят на льду, падают с горок. Чаще всего это перелом голени, перелом предплечья. Это в основном. Если ДТП, то там идут сочетанные травмы. За детьми глаз да глаз. Эту миссию доктора возлагают на родителей. Согласны с ними и инспекторы ДПС. Гипс хоть и можно назвать костюмом больного, но лучше его не примерять. Павел Баймаков, Артем Сулайманов. События.